ПЕСНЯ ПЕСНЯ В Первомайском районе Новосибирска на территории нового жилого массива состоялось открытие и освящение часовни во имя образа Пресвятой Богородицы «Благодатное небо». Еще три года назад на месте современных высоток стояли ветхие бараки. В сентябре здесь отметили новосилия жильцы последнего сданного дома. А незадолго до праздника покрова Божией Матери в Благодатном состоялось освящение пока единственной в районе часовни. ПЕСНЯ 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 Мы хотим, чтобы наш Новосибирск был лучшим городом на земле, потому что мы здесь живем и нам хочется, чтобы Божья благодать всегда была здесь с нами. Чтобы не только у нас все было, но чтобы на душе было радостно, спокойно, чтобы мы знали, что дети растут умными, послушными, чтобы старики у нас все ухожены, не было брошены. Конечно, это пожелание, но пожелание в этот день, я думаю, оно имеет особое значение. И дай Бог, чтобы благодать Божия всегда пребывала здесь со всеми нами. Да хранит вас Господь! Четыре года назад, к 120-летию Новосибирска, в частном секторе Октябрьского района, вблизи больницы скорой помощи номер 2, был построен храм во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского. Землю под строительство церкви передал епархий благотворитель Олег Шабуневич, который сегодня возглавляет новосибирское землячество в Москве. Он же подарил храму икону с частицами мощей святого. Примечательно, что среди прихожан много молодежи, и это не случайно. Настоятель храма Иерей Иоанн Кизюн Войтович возглавляет молодежный отдел Новосибирской епархии. В честь престольного праздника митрополит Новосибирский Ибердский Тихон возглавил праздничный молебен и крестный ход и поздравил прихожан. Я всегда говорю о том, что церковь не просто так устанавливает дни памяти. Для нас, в каждой святой русской православной церкви, это пример христианской нравственной жизни. Потому что много суеты у нас всегда надо зарабатывать на хлеб, надо растить детей, надо что-то строить, что-то ремонтировать. И, конечно, всегда забываем мы о том, что единое на потребу, что нужно для того, чтобы достигнуть вечности. И хотя в советское время можно было оправдать наше нерадение тем, что храмов мало, что священников мало, книги не издавались никакие. Но сейчас, слава Богу, книг издается много. А приходят на исповедь, священники спрашивают, читаете ли Евангелие каждый день. Нет, батюшка, некогда. То стираем, то готовим, то убираем. Читать Евангелие некогда. А в Евангелии именно указан путь, который прошел преподобный князь Олег Брянский. Невозможно достичь Царства Небесного, если человек не читает Евангелие. Именно в Евангелии указан путь, которым человек должен идти. Там, когда Господь ходил по земле с учениками, различные попадались примеры жизненные, различные ситуации жизненные. И Господь говорил, как в таких ситуациях поступать, что нужно делать, чтобы не нарушить заповеди, чтобы не отпасть от Бога, чтобы семя Божие, которое посеяно, не на каменистую землю сердца попало, а на удобренную почву, чтобы оно проросло и дало плод. И в сто крат, и в шестьдесят, кто сколько имеет талантов, как говорил отец Иоанн. И, конечно, когда мы говорим о этих талантах, которые дал нам Господь, мы не подразумеваем Божьи таланты, а мы подразумеваем опять что-то земное. А вот тот талант, который нам дал Бог, разум чистый, который мы читаем в творениях святых отцов, они все, что хотели, они могли делать. Почему? Да потому что они уже были сами богами по благодати. Они стяжали божественную благодать. Они стяжали чистоту нравственную. И, конечно, об этом тоже говорится в Евангелии. Господь все время притчами говорил их народу, ученикам еще разъяснял, потому что это были будущие пастыри церкви. Он им разъяснял еще тайны Царства Небесного. И поэтому мы можем каждый проверить себя. Если мы не читаем каждый день Евангелие, значит, оно не особо нам христианство и нужно. Мы, впадая в такое обрядоверие, вот причастились, вот что-то поисповедовались, вот там перекрестились кое-как. То ли это крестное знамение, то ли мух отгоняли, мы там непонятно. И вот на этом наше христианство заканчивается. Чтобы там муж не пил, чтобы там сын не гулял и там еще. А там где же это стремление к Богу, к божественной любви, к стремлению к преображению личности, человеческой стремлении, к чистоте разума. Многие ли читали творения святых отцов? Да я думаю, тоже немногие. И поэтому мы, когда читаем Евангелие, то именно просвечается прежде всего разум человека. Мы молимся, просвети Господь разум мой светом, разума святого и Евангелия Твоего. Если этого не происходит, ничего с нами не происходит. Мы как были на таком уровне и остаемся духовно. И поэтому многие говорят сейчас о хорошей жизни. Ну как, что они подразумевают? Справедливость. Вот мы знаем, это низшая ступень нравственного развития человека. Это справедливость. Вот все приобретают чувство революционера. Вот этих прогнать бы всех, которые лгут, которые воруют. И вот поставить бы хороших. А где их хороших взять, правителей? Ведь они правители из нашей среды. Вот мы христиане, и то мы, когда начинаем себя проверять, оказывается, мы не соответствуем этому эталону христианскому. Какой эталон? Да вот Христос, вот Его святые подвижники. Потому что мы, во-первых, не поучаемся в жизни, во-вторых, не подражаем их жизни. И поэтому, не считая Евангелие, мы не знаем, а как подражать, что надо делать, к чему надо стремиться. Поэтому мы стремимся к справедливости. Исправить другого. Вот других я знаю, как вас всех исправить. А как себя исправить? Потому что даже мое слово, оно безжизненное и пустое, если я сам не живу христианской жизнью. Поэтому старайтесь, чтобы Евангелие было в вашей настольной книге. Чтобы вы всегда туда заглядывали, чтобы хоть несколько строчек, но читали. И вы будете, и этими словами будет просвещаться разум, и будете укрепляться в вере. Потому что вы через Евангелие беседуете с самим Господом, который ходил по земле и оставил нам вот эти слова, записанные святыми апостолами, евангелистами, которые дошли до нашего. Время меняется, а человек остается таким же. И поэтому Евангелие, оно всегда новое для новых людей. И обязательно старайтесь, чтобы не только прочитать Евангелие, и подумать, что же Господь сегодня, в этот день, именно в этом зачатии евангельском, хочет сказать конкретному человеку, вот мне, тому, который считает это Евангелие. И поэтому прежде чем исполнять, надо еще прочитать, понять, что там написано. И потом уже воплощать в своей жизни. Почему мы почитаем угодников Божьих? Почему рисуем нимб на всех иконах? Нимб – это следствие просвещенного разума, просвещенного именно Божественным Светом. И многие даже не знают, но нарисован какой-то кружочек над головой у святых. А что этот кружочек означает? Мы не знаем. Вот. Поэтому есть возможность посещать храмы, есть возможность побеседовать со священником. И воскресные школы есть, и катехизические, и огласительные у нас беседы бывают. Все, на все случаи жизни можно получить совет. Поэтому для этого мы обучаем наших священников, чтобы они могли дать каждому человеку духовный совет. Как же жить, что делать, как в таком или другом случае поступить, чтобы не растерять Божественную благодать, чтобы не падать в жизни и вставать, как мы обычно делаем, а чтобы все время расти духовно, достигать неба. Этого достигали все наши святые отцы, которые записаны в календаре Русской Православной Церкви, имена которых мы поминаем каждый день. И вот сегодня вспоминаем святого благоверного князя Олега Брянского и брянских святых, которые подвязались на Брянской земле. И, конечно, в Сибирь не так давно пришло христианство, но принесли его наши предки. Многие здесь, в Сибири, пострадали во время гонений на Русскую Православную Церковь. И здесь свои поселения образовали. Но поскольку не было храмов, не было священников, есть такие селения, где находятся ссыльные люди и ни одного крещеного человека. Вот первый раз приехали мы в Чистоозерное, 95-й год. Вот бабушка выходит одна и говорит, сколько с 27-го года не видела священника. С 27-го года. Вот прожил человек всю жизнь. Священника даже не видел. Не то что... Ну, конечно, батюшки приезжали наши, но они приезжали в свои общинки, которые маленькие были. А для того, чтобы выйти ко всем людям, такой возможности не было. И вот приехали в Чистоозерное с поездом памяти, который сейчас вот тоже пойдет 11-го октября. 5 тысяч населения, глава администрации говорит, ну что вы приехали, у нас и верующих-то нет. И в этот день приняли крещение 3 тысячи человек. Вот. И крестили, и крестили, и крестили. Да. Самые поздние ночи. Поэтому жажда у людей есть, но даже принять крещение этого мало. Даже участвовать в таинствах церкви этого мало. Надо еще осознавать, кто мы, куда мы пошли, как. Проверяется еще, как усердие христианское. По исполнению постов. Вот исполняем пост в среду, пятницу, значит, мы не забываем о том, что в среду Иуда предал Господа. Что в пятницу Господа распинали, издевались над ним. Поэтому мы, чтобы не уподобляться этим гонителям, распинателем, хулителем Господа. Эти дни церковь объявила, как дни поста. Поэтому, кто в среду, пятницу не постится, они приравниваются эти дни к великому посту. Поэтому, кто не постится в среду, пятницу, это не христиане. Это сразу можно. И даже старцы, которые назидали Духом Святым в своих чатах, они говорили, если батюшка не соблюдает среду, пятницу, не ходите к нему причащаться. Никакой благодати не получите. Видите, как оказывается. Оказывается, что тут? Вроде бы просто там подумаешь, там не есть молоко, не есть яйцо в этот день. А как много зависит. Почему? Да потому что, если мы соблюдаем эти дни, мы осознаем, что в эти дни совершилось. А так мы ничего живем, как все животные. Животные же, они не соблюдают никаких постов. Дали мясо, поели мясо, дали хлеб, поели хлеб. А человек так не может. Человек – богоподобное существо. И поэтому он не может жить только желудком. Потому что через желудок именно падение было у Адама и Евы. Увидела Ева, что яблоко красивое, решила попробовать на вкус. И произошло падение. И через них еще падение и всего человечества. И до ныне, так сказать, грех живет в человеческом роде. И поэтому и исцеление начинается с простого. Начинается с соблюдения постов. Если этого нет, ничего мы не получим. Поэтому мы удивляемся, что были у нас такие мужи, как преподобный Олег Брянский, как святой благоверный князь Александр Невский. Они были не только великие полководцы, великие деятели государственные, но они были и великие люди, святые люди. Только таких людей мы можем назвать великими, которые уподобились Богу по своей жизни, которые приобрели благодать Божественную, у которых произошло преображение личности, и они стали богоподобными существами. Поэтому и мы, взирая на своих предков святых, должны стремиться к этой чистоте христианской жизни. Здравствуйте, братья и сестры! Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них читала у одного афонского старца обращение к родителям. «Если не хотите, чтобы болели ваши дети, не работайте по воскресеньям, а идите в храм». Соответствует ли это сказанной действительности? Всегда ли болезни посылаются нам за наши грехи? Как относятся к выпавшему на долю страданиям? Старец Афонский, он специалист духовный. Он, батюшка, опытный, рассказал, ему можно верить. Да и это же очевидно, если человек думает, что от чего зависит его жизнь. Ведь сколько знаем мы примеров, когда человек ожидает одного, случается, другого, говорит, на все воля Божья. Случающиеся болезни являются не следствием грехов. Так это же естественно. Представьте, вы будете есть немытыми руками, дизентерию подхватите как минимум. А если человек душу свою губит грязью грехов и страстей, не получится ли так, что душа его заболеет, и вся жизнь его посыпется, как карточный домик? Поэтому болезнь очевидно совершенно является следствием грехов. Есть просто болезни, которые являются прямым следствием грехов. Злой и разожитный человек болеет сердечными заболеваниями. Чревоугодник болеет болезнями чрева, живота. Человек-блудник болеет тоже соответствующими болезнями. Поэтому это естественно. Но есть такие более тонкие вещи. Человек не заботится о спасении своей души. Праздничные, воскресные дни человек не посвящает Богу. Вот думает, я лучше у телевизора полежу, лучше я отдохну, лучше я пойду, какие другие излишества себе позволю. Вместо того, чтобы пойти, Богу сказать, Господи, дай мне спасти свою душу, помоги моим детям. Поэтому, конечно, это очень тонкое, наверное, замечание. Батюшка-то опытный человек заметил, что вот не ходит за воскресенье в храм, а потом не удивляйтесь тем результатам, которые у вас в жизни будут случаться. Будете биться, стараться, зарабатывать, трудиться, и ничего не получается. А, глядишь, посвятил один денек Богу. Опа! И послал Господь тебе помощь какую-то в том числе и нужды житейских, но главным образом, конечно, в духовных. Так что, что касается еще одного, вот, содержится вопрос, как относятся к Группошу на долю к страданиям. Ну, вот как относиться? Ну, вот, что сегодня на улице, солнышко или дождик? Дождик. Ну, завтра будет солнце. Даже если не будет, рано или поздно наступит весна, или просто хороший зимний денечек прекрасным, солнышком. Поэтому относиться к страданиям нужно, соответственно. Страдать надо, знаете, поговорка такая, Господь страдал и нам велел, да? Да, Господь терпел и нам велел. Страдания Господни – ничто по сравнению с нашими. Поэтому надо просто терпеть, просто переносить, но переносить с терпением, с молитвой и, может быть, даже с пониманием того, что неспоставное здесь и сейчас, вот, происходящее негативное со мной, может быть, это следствие моих ошибок, моих грехов. Не рой яму другому сам не попадешь, как аукнется, так и откликнется. Может быть, сегодняшняя моя ситуация, в которую я попал, может быть, следствие моих грехов. Я кому-то пожелал зла, я не проявил кому-то добросердечия, милосердия, и сегодня у меня в жизни случились неприятности. Это же естественно. Поэтому, если ты чувствуешь, что по делам тогда надо идти на исповедь, и прямой путь избавления от сегодняшних твоих страданий – это покаяние. То есть прийти на исповедь и сказать, Господи, я понял, за что мне сегодня прилетело, какой грех сегодня аукнулся в моей жизни. Поэтому относиться к вашу долю страданий нужно просто покаяние. Покаяние, сопли, чищение Христу и жизнь с Ним. А солнышко рано или поздно выглянет, но в ответ на наше собственное усилие. Как проходит поминовение усопших в храме, когда подаются заказные обычные записки, какое таинство или действие совершается в алтаре за закрытыми вратами? Какое облегчение получают души тех, кого поминают в этот момент, и насколько долго они получают облегчение? Вот замечательный вопрос. Потому что, наблюдая то, как люди приносят записки в храм, вот удивляешься, приносят записки, положили их и пошли в освоясь. Я говорю, куда, родные мы? Да нас там, дела нам. Как? А помолиться? Вместе, с нами. Записки, которые вы подаете в иконных лавках, они идут в алтарь. В алтаре священник во время проскомидии, приготовления вещества для совершения божественной литургии, в хористе священник поминает имена, за каждого из них вынимается маленькая частичка просворения, которая потом с молитвой «Помяни, Господи, грехи здесь, вспоминавшиеся кровью, молитвами святых твоих, опускается в чашу, омываются кровью Христовой грехи, упоминавшиеся здесь людей». А где в это время авторы записок? Они дома у телевизора? Где логика? Поэтому, родные мои, вот что происходит в алтаре за закрытыми вратами, я рассказал. А вот где авторы этих записок, я не знаю. Может быть, они рядом стоят слезно молятся, их родных и близких. Может, они пошли в другой храм. В несколько храмов подали записки, есть такая практика. Но если просто подали записочку, молебен, что-то просят, а сами ушли в своясе. Боюсь, как бы облегчение-то и не наступило бы. Поэтому вот насколько долго оно дается в ответ на ваши усилия. Надо, конечно, участвовать в самих молитвах. Я вот наблюдаю, например, что многие люди духовные приходят в храм и во время совершения проскомедии читают свои поминяки, такие блокнотики, тетрадочки с своих родными и близкими. Сами читают, тоже молятся, участвуют в этой молитве. Ведь записки читаются и гласно во время литургии, прочитываются записки о здравии и покоении. Тут же тоже внимать бы словам диакона и тоже бы молиться вместе с нами. Поэтому мы молимся вместе. Священник без вас – бессмысленная его молитва. Точно так же, как и молитва наша вне литургии, она тоже многое значение имеет, но не определяющее. Поэтому нужно молиться все вместе, и дома, и во время божественной литургии. Еще вопрос. Если человек не воцерковлен, то есть не исповедуется, не причащается, то ведь не имеет смысла его крещение по большому счету. А также молитвы, посещение храма, добрые дела не пойдут в зачет на страшном суде. Так ли это? Вы знаете, действительно. Вот даже ответить-то нечего. Тут, собственно говоря, все уже написано. Когда человек крестится, совершается таинство крещения, таинство крещения – это духовное рождение человека. Вот представьте, родит мать с отцом, родят ребенка. Ибо это не будут заботиться о том, как кормить, поить, гигиена там какая-то элементарная. А родился и пускай дальше живет. Ничего же не получится. Погибнет ребенок. Очень быстро погибнет. Поэтому и новорожденная душа точно так же нуждается в пище. Слове Божьем, которое будет впитывать с молоком или матери звуки молитв, которые она читает, кормя ребенка грудью. Или, приходя приносимый, пока еще ребенок на богослужение, или когда его родители держат на молитве домашний, ребенок слышит Слово Божие, внимает ему. Потом в дальнейшем, чуть постарше, ему читают детскую Библию, Евангелие. И образы евангельские видят в образе жизни своих родителей, впитывают в себя это. И живет этим. Точно так же дыхание души человека, молитва, пробуйте не дышать. Так, точно так же, что мы непрерывно дышим, мы не должны непрерывно молиться. Если ты не молишься дома, не посещаешь общественные молитвы в богослужении, в храме, что сделается с твоей душой? Не погибнет ли она у тебя? И какой будет тогда смысл, действительно, твое крещение? Поэтому сегодня, когда люди приходят креститься, взрослые приносят на крещение детей, мы обязательно совершаем огласительные беседы, мы рассказываем людям вот такие элементарные вещи. Но некоторые говорят, ну, мы-то думали, заплатил там 500 рублей, пошел. Нет, это только начало. Это как в математике. Знаете, условия обязательные, но недостаточные. Чтобы было достаточным твоя жизнь во Христе, надо есть жить. Надо молиться, нужно причащаться к святых христовых тайнам. И все остальное тоже имеет значение. И соблюдение постов, и милосердие. Но вы знаете, ну нельзя же что-то одно взять, а от другого отказываться. Ну как, вот птица с одним крылом ведь не полетит, человек с одной рукой, ногой инвалид. Поэтому надо стараться, чтобы вся жизнь духовная и религиозная была вся исполнена в разной степени. Кто-то усерднее молится, кто-то усерднее постится, кто-то усерднее совершает дела милосердия. Но базовые-то вещи, молитва, пост, исповедь, причастие, ну как? Без этого просто прожить невозможно. Господь прямо говорит, кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, и есть мою плоть, не будет иметь со мной одну участь в Царстве Небесном. Потому что человек, отвергающийся таинства церковных, таинства святого причастия, вообще лишает себя возможности спасения своей души. Поэтому, родные мои, старайтесь все принимать, что необходимо, тем более вы сами прекрасно все это понимаете. Давайте обратимся к чтению евангельского, предлагает нам церковь сегодня. Это строки из шестой главы Евангелия от Луки. Это потрясающая глава, где звучит нагорная проповедь Христа. Это вершина, недавно на горе была произнесена, и это вершина действительно евангельского повествования. Потрясающий совершенно текст. И вот завершая нагорную проповедь, завершая вот это заповедь о блаженстве, Господь производит следующие слова. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят, любящих их любят. А если делаете добро только тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Так и грешники то же самое делают. Если взаймы дают только тем, от кого есть получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо грешники дают взаймы грешников, чтобы получить обратное столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам велика награда, и будете с нами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным, и к злым. И так будьте милосердны, как и Отец ваш милосердный». Господь призывает нас к величайшей степени совершенства. Потому что если мы думаем, что мы добрые люди, мы говорим «здравствуйте», «добрый вечер», «доброе утро», «благодарим», даем взаймы, если у нас просят, оказываем какие-то другие благодеяния, так это все делают. А некоторые норовят еще из процента получить со своей доброты. А ты старайся делать так, чтобы правая рука твоя не знала, что делает левая. Будь совершенен, как совершен Отец ваш небесный, ведь солнышко одинаково на всех светит, дождик одинаково на всех капает. Всем Господь дает, всем все дает. И вы старайтесь быть так же, будьте любвеобильны ко всем, к добрым и к злым, к врагам и к друзьям ровно. Если, коли вы христиане, то подражайте Христу всегда и во всем, пусть будет Христос во всей вашей жизни. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok